Вторая поездка в Причерноморскую Шапсудью порадовала нашу съемочную группу очень старыми деревьями черкесских сортов и интересными встречами с местными жителями. Особенно много названий деревьев помнит потомственный садовод Мурат Нагучев из Агуй Шапсуга. К сожалению, ко многим названиям плодовых он добавлял фразу «Этого сорта уже нет». Много старинных сортов плодовых деревьев пропали в наших садах и из-за болезней, и из-за почвы. Например, сорт под названием Тхуцабоз был величиной с голову ребенка. А еще был сорт груши Хамишара. Поспевал в августе. Груша желтая с удлиненным носом. Я сажал такую грушу, но почва глинистая, и она не уродилась. Хамишар – старый сорт. Недавно я нашел его случайно и посадил. Еще у нас был сорт яблони Босами. У меня его уже нет. Были сорта Шахачээми, Мияцэб. И дальше Мурат перечисляет исчезнувшие сорта плодовых. Наверное, он один из немногих жителей этого края, кто помнит старые черкесские названия деревьев, их вкус, внешний вид и пару созревания. Мияцэб – большое дерево. Этого сорта тоже не стало. Листва подало, а яблоки висели на дереве до самых снегов. Так красиво. Белый снег и красные яблоки. Но этот сорт мы тоже потеряли. Мурат подметил интересную перемену в молодежи. Они не стремятся сажать деревья и ухаживать за ними. Сам он уже в пятом классе сажал деревья. Саженцы приносил из леса и прикапывал в своем саду. А еще он любил раздавать эти саженцы аучанам, и те сажали их в своих садах. Сортов было много. Например, псыбашхами. Это сорт из псыбашха. Он у меня был, но высох. У некоторых в ауле он еще есть. Саженцы взяли в лесу. В двухтомнике Самироходко старые черкесские сады этот сорт есть. Это очень хорошее яблоко, но сейчас у меня его нет. А еще был сорт босами. Наверное, этот сорт вывели босовый. У меня его уже нет. От Мурата Нагучева мы узнали, что одни и те же сорта фруктовых деревьев в разных аулах могут называться по-разному. Причина неизвестна. Сорт, который в Агуе называют Макуануакуз, Аюква называют Хуцин. Это тоже исчезнувший сорт. Макуануакуз – груша с удлиненным носом. Очень ранняя груша. Ее фотография есть в книге, которую издали после научной конференции. Но в книге ее название – Хуццина. А мы называем Макуануакуз. Это дерево у нас называется сорт бутон. Этот сорт не собирают, который вот на дереве. Они немножко чуть-чуть созреваются и падают, а на земле дозревают. Этот сорт груши специально для копчения. Очень сочная груша, очень сладкая. И этому дереву около ста лет. Около ста лет будет. Вот. И в основном сажали его только для копчения. Компот хороший получается, сухофрукт. Очень отлично хороший получается. Много плюща там не дает дереву дышать. И высыхает. Поэтому снизу отрезали, чтобы высохло. Мы сейчас находимся в ауле Большой Кичмай, в саду любителя садовода Курума Рамазана Бакировича. Этого человека нет уже в живых. Вот этот сад был посажен им. Я вот сейчас нахожусь около дерева, которое называется еберукоми. Еберукоми – это дерево где-то лет восемьдесят, как мы здесь определили. Мияшхатам – круглое, не очень большое яблоко. Это ранний сорт, сладкий сорт. Съедали эти яблоки до наступления Нового года. Вот эти яблоки – миявин. Мы сорвали их неделю назад. Мы за этими яблонями не ухаживаем, не опрыскиваем, не поливаем, не обрезаем. Они растут сами. Миявину уже более ста лет. А урожай – каждый год. И лежат эти яблоки долго. Я стою у старого дерева, который сажал наш дедушка Хурум Рамазан Бакирович. Этому дереву более восьмидесяти лет. Сорт дерева – это яблоня стариков называется. Плодоносец созревает в июле месяце. И мы в июле уже плоды употребляем, в пищу кушаем. Красного цвета, размер чуть больше среднего. Вот такое яблоко. Конечно, этих яблон осталось мало у нас в ауле. Они состарились. Кто сажает, кто черенкует. Когда любители садоводы сажаете сад, ни в коем случае не сажайте рядом с яблоней ни вишни, ни черешни. Так как они друг другу мешают и не плодоносят. Мизер плодов получается. В основном страдает яблоня. Не черешня, ни вишня, а страдает яблоня. Наверное, у каждого адыга или у каждого аула свой способ вычислять возраст старых деревьев. У Мурата Нагучева, например, такой. Это 1906 года рождения. Видите то большое дерево? Мой дедушка 1906 года рождения. Ему было лет пять, когда он это дерево видел двухметровым. Если посчитать, получается, что сегодня этому дереву больше ста лет. Мы его называем Талюстан-хуз, потому что эту грушу в Вагуе вернул мужчина по имени Талюстан. Я сажал груши, но именно этого сорта груш в Вагуе уже нет. Это ранний сорт. Плоды такие сочные и очень приятные. Их хочется есть и есть. Это очень старый сорт. Сорта Машитыма в Вагуе нет. Возможно, нет его и в Псебе. Вы заезжали в Шайху? Если заезжали, то могли видеть около мечети сорт Машитым. Моя тетя по матери жила там. Никто не знает, кто посадил это дерево. А поскольку оно растет около мечети, то и назвали дерево у мечети. Яблоки красные, очень плотные. Плодожонка его не берет. Обычно в момент созревания этих яблок дуют сильные ветра. Но плоды этого сорта удерживаются на дереве. Бывает, что эти яблоки лежат до следующего урожая. В Шайху жил садовод, у которого было семь таких деревьев. Очень хороший сорт. Старый сорт. Василий Александрович Назаренко – генеральный директор закрытого акционерного общества «Новомихайловская». Как человек глубоко профессиональный, он видит сложившуюся с садами ситуацию со всех сторон. Большое дело, которое вы хотите сделать в память о, ну, будем говорим, одному из выдающих плодоводов Кубани, Адыгеи, Нухахмедовичу Тхагушеву, бывшему завкафедрой плодоводства, который в те времена, по тем временам сделал большое дело. Делал перепрививки в лесу, грушовые сады, в районе Обширонска. И много вложил он в орехоплодные, как грецкого ореха, так и ореха фундука, агротехнику, систему введения. То есть сделана очень и очень большая работа была. Но, к великому сожалению, какие-то непонятные перестройки, если можно назвать, а вообще не перестройки, а развал, развалил то богатое наследие, которое было создано нашими советскими учеными. И почему-то мы перебросились непонятно на какие и сорта, и породы, и система введения, и ряд других. Я считаю, что это ошибка, которую необходимо исправлять. Исправлять потому, что те сорта, которые произрастали здесь, ну, их нужно обновлять, но полностью менять нет. Этому дереву около 200 лет. Сорт, не знаю, как называется, но по-нашему Адга Ахов. Это дерево было посажено моим прадедом, его звали Чухаль. Он прожил где-то около 130 лет. Тоже очень мало осталось, по-моему, даже, может, и нет уже. Поспевает где-то в конец августа, где-то в сентябре. Хабет Амия был сорт такой. Это кличка была у моего дедушки Хабет, а так на самом деле его звали Бакир. Вот у нас только вот этот сорт, ну, двух семей только было. Они очень много урожая давали. Где-то около тонны одно дерево давало. Да. 600, 700, 800 где-то вот так они давали. Но этого сорта уже нету. Эта груша называется псыусхакуз. Я знаю большую гору с таким названием. Еще до Кавказской войны там жила семья Цусхахар. Это фамилия. Так вот, уже тогда у них росло дерево сорта псыусхакуз. Когда начались колхозы, сестра моей матери попросила меня не терять этот сорт. Неси черенки в агуй и прикопай, говорит. Я так и сделал. Но из-за глинистой почвы погибли черенки. Остался только один. Вот такая история появления этого сорта груши в агуе. Она была привита на каштане на пепелище семей Цусхах. Этого дерева давно уже нет. Это поздний сорт. Собирают, когда созревают каштаны. В этом году из-за засухи опали все плоды. Вам не повезло их увидеть. Они такие большие, что три груши могут взвесить целый килограмм. Сорт, который мы называем Талюстан Хуз, шаюку называют Кабыцин. Я знаю это, потому что у меня там родня живет. Думаю, что все-таки и там уже нет этого сорта. Потому что дерево было старым. Где-то лет 115 ему было. Амела потит дерево, но мне уже возраст не позволяет отрезать ее. Дерево до сих пор урожайное. Это дерево сажал я. Называется маконоокуз. Потому что груши созревают в пору сенокоса. Это ранее сладкая груша. Дереву уже лет 70. Давно уже вырубили в садах аула старые деревья. Амурат хранит их как реликвию, как душу садоводческой культуры предков. Просто я сохраняю. Амурат хранит их как реликвию, как душу садоводческой культуры предков. Рука не поднимается. Я сохранюсь в общину. Это предки его создавали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова